смертный доктор программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу на правах рекламы добрый вечер добрый вечер вечер четверг и несмотря на такие дикие предновогодние в чем-то радостные пробки а все-таки добрался до нашего эфира в эфире шоу бессмертный доктор я его ведущий алексей бессмертный врач аллерголог иммунолог и педиатр наше шоу бессмертный доктор это программа о медицине основанная на научных доказательствах без советок советов бабушки аграфии ну и прочих похожих советов о том как полечиться прикладывание лаврового листа к пятой точке сегодня в гостях у меня врач который занимается достаточно интересной проблемой это врач нейрохирург алексей александр александр александров из-за см-клиника но мы будем говорить сегодня поскольку нейрохирургия во многих у многих ассоциации с головой мы будем говорить сегодня о спине поскольку специализируется алексей александр а именно на заболеваниях спины добрый вечер здравствуйте так ну что ж давайте начнем собственно с того что наверное боль в спине это одна из таких достаточно часто распространенных проблем и думаю что редко какой человек не жалуется на периодическую или хроническую боль в спине, так? Да, это 100%, потому что, к сожалению, это болезнь прямохождения, боль в спине. Если бы мы не ходили вертикально, то спина бы у нас с огромной вероятностью не болела. То есть наша собачка-умка, которая периодически у нас на эфир будет заходить, и талисман, и радио серебряный дождь, она такими болями страдать не будет? С очень маленькой вероятностью ей это грозит. А болезнь прямохождения, потому что идет компрессия позвоночника? Да, потому что сам позвоночник так устроен у человека. Хотя у него есть анатомические изгибы, которые снижают вертикальную нагрузку. Это как у рессора? Как у рессора, да, по сути, как у рессора, то есть он амортизирует, плюс большую нагрузку забирают диски вертикальные и суставы, которые идут между позвонками. А, соответственно, когда возникает боль, когда увеличивается нагрузка, либо на диски, либо на эти суставы. То есть людям с низким индексом массы тела, худосочным, боль в спине грозит меньше? Да, меньше. Еще которые дают дозированную физическую нагрузку, им это грозит в меньшей степени. Людей с лишним весом, конечно, с очень большим, увеличивается нагрузка банально на позвоночник. Ну, то есть скажите еще раз прямо в эфир, что лишний вес – это не только эстетика, но это все-таки и не только гипертония, но это еще и позвоночник. Да, очень часто, очень часто. А где чаще всего возникают проблемы в позвоночнике? Ну, 60% вообще из всех проблем – это, конечно, поясничный отдел позвоночника. Потому что у него приходит самая большая нагрузка. Получается, он несет и шейный, и грудной отдел. Ну и там, соответственно, анатомия его предназначена, чтобы нести эту нагрузку. Реже в шейный отдел. Шейный отдел – это примерно 20%. Ну и грудной – это примерно 10%. То есть самый менее страдающий. Самый менее страдающий. Хорошо. У нас на нашей программе есть, как и на всем радио, WhatsApp, плюс 7903-797-6333, куда можно задавать ваши вопросы. А также вопросы вы можете задавать под нашей прямой трансляцией на YouTube. А если вдруг вы пропустили, или, допустим, пробка внезапно закончилась, вы вышли из машины, то вы всегда можете послушать нашу программу в записи на Яндекс.Дзен. Так что шлите ваши вопросы на WhatsApp, плюс 7903-797-6333 мне или нашему гостю нейрохирургу Алексею Невзорову. А мы будем дальше говорить про спину. Так вот, значит, основная часть – это поясничный отдел. Чаще всего-то возникает болевой синдром и проблемы. Почему? Потому что это основное место нагрузки. Да, основное место нагрузки, точка приложения. Хорошо. Вообще, почему спина болит? Что там болит? Ну, это же кость. Да, у кого-то да. И такое бывает, на самом деле. Есть такая болезнь Бехтерева, допустим, когда происходит, грубо говоря, практически срастание всех позвонков, да, превращается практически в кость. Исчезают диски. То есть позвоночник из-за такой гибкой трубки превращается в палку. В палку, негнущуюся. Негнущуюся. Но это аутоиммунное заболевание. Да. А ног к нейрохирургии имеет какое-то отношение? Очень часто у данных людей бывают переломы. За счёт того, что не гнётся? За счёт того, что не гнётся, да. Да, нет амортизации. И в этих случаях что? Фиксируются металлоконструкции эти переломы. То есть это какая-то компенсирующая операция? Компенсирующая, да. Стабилизирующая. Понятно. А вот сезонность болей в спине, бывает такая вещь? Допустим, чаще болит зимой, когда хандра, и летом, когда каникулы. В основном сезонность связана с дачными нагрузками у многих людей. То есть обычно. Начинается дачный сезон весной. Ну и к осени на фоне нагрузок нетипичных для человека. Это сидячий образ жизни? Мы люди такие. У нас, если что-то не работает в организме, это атрофируется. То есть человек весь год ведёт малоподвижный образ жизни. То есть сидит на работе, едет на работу на машине. У него нет никакой физической нагрузки. И тут приходит весна. Тяпка в руки. И он начинает давать нагрузки, которому организму просто не привык. Не привыкли его мышцы. Не привыкли связочный аппарат. В том числе и диски не привыкли. Соответственно, вот эта непривычная нагрузка, она и вызывает. Это воспаление в суставах, так называемый спондилартроз, который вызывает болевой синдром. И изменения в дисках, то есть микроразрывы, так называемого фиброзного кольца. Диск стоит у нас из фиброзного кольца и пульпозного ядра из двух частей. А можно для наших слушателей поподробнее, что это такое фиброзное кольцо и пульпозное... И пульпозное ядро. Пульпозное ядро. Грубо говоря, фиброзное кольцо это такой плотный, как бы хрящевой, хрящевой субстрат такой, который удерживает пульпозное ядро внутри диска. Грубо говоря. То есть, короче, это элемент амортизации. Амортизации, да. Очень важный. Хорошо. Чтобы активно работать в огороде с лопатой и тяпкой, значит, нужно не забывать о нагрузке зимой. О нагрузке зимой нужно не забывать, да. А это что, надо в офисе вставать и вот это вот... Вставать и как мы писали, мы писали, наши пальчики устали делать зарядку? Практически, вот, да. Обычная зарядка банальная. Плюс даже, допустим, пешая нагрузка, да, хотя бы ежедневную давать хотя бы тысяч пять. Вот. Какой-то... Заниматься каким-то спортом своим любимым. Ну, чтобы это как бы приносило еще и удовольствие. Это тоже очень полезно. Угу. Понятно. Ну, а если человек не хочет заниматься спортом, у него там идиосинкразия, непереносимость спорта от слова «совсем не хочу, не умею». Есть и такие люди. Но в данной ситуации надо объективно понимать, что нагрузки лишние давать нельзя. Даже, допустим, дома можно передвинуть диван и получить разрыв фиброзного кольца и образование грыжи. Угу. То есть надо объективно оценивать свои силы. Ну, опять все упираются в самое неинтересное. Да, есть такая картинка. Две очереди. На одной написано изменение образа жизни и физической активности. Да, на другой операции таблетки. В первое окно нет ни одного человека, а в другую целую очередь. Никто не хочет менять образ жизни, заниматься физнагрузкой, элементарной какой-то зарядкой и прочее. Думаю, что здоровье можно поправить с помощью таблеток и хирургии. Да? Его можно поправить, как бы, но лучше-то до этого не доводить. А помимо вообще какой-то любимого там спортивного занятия, ну, человек, не знаю, не любит ходить пять-три шагов, может, какую-то гимнастику по утрам делать, чтобы она не болела. Плавание. Кому-то нравится плавать. Ну, не всем доступно. Человек живет в деревне Хацапетовка, там бассейна нет. Хацапетовка. Что делать? Да банально даже нормальные пешие прогулки быстрым шагом. Они приведут в тонус мышцы пресса и мышцы спины, ягодичные мышцы. То есть, чтобы спина не болела, мы должны, в первую очередь, заниматься профилактикой. Профилактикой. Именно укреплением мышц пресса. То есть, за счет того, что мышцы удерживают позвоночник, получается, он меньше нагрузку получает? Мышцы снимают нагрузку. Когда у вас крепкий и хороший мышечный корсет, ваши диски и вот эти суставы, которые между позвонками, они отдыхают, на них нет нагрузки. То есть, мышцы компенсируют эту кость? Абсолютно компенсируют. Компенсируют именно суставы, снимают с них нагрузки. Что еще сделают, чтобы не болела спина? Нагрузку сказали, укрепление мышечного корсета сказали. Что еще? Снижение веса, если есть избыточный вес. Это очень важно. А как понять, что у меня есть избыточный вес? Посчитать в процент. То есть, банально, если у вас рост, допустим, 1,8 м, вы вешаете 80 кг, то, в принципе, ожирения у вас нет. Да. Это нормально. Да, 90-60-90. Вес, возраст, рост, да? Понятно. Хорошо. Но вот есть такое заболевание, я его называю все-таки, к сожалению, диагнозом помойка, остеохондроз. Потому что его ставят там налево-направо всем, у кого что-то болит. А такая болячка вообще существует? Да. И он есть у всех людей. То есть, это просто заболевание прямохождения, остеохондроз. То есть, он выставляется, его можно выставить любому человеку. То есть, по сути, это не болезнь, а особенность нашего организма. Да. Это болезнь прямохождения, грубо говоря. А почему тогда всем, у кого болит спина, говорят, у вас остеохондроз не месил? Потому что не выявляют причины этого. То есть, то, что диагноз помойка, я был прав. Да. То есть, надо все-таки искать. Все-таки надо первым ставить остеохондроз, а дальше уже расписывать, от чего, что, что там, что страдает. Страдают диски, страдают суставы, страдают ли нервы при этом, сдавали ли нервы, или страдает спинной мозг. А голова может болеть от проблем с позвоночником? Может. Ну, давайте поподробнее. Да. При шейном остеохондрозе, ну, вот, скажем так, остеохондрозе, то есть, артрозе суставов дугоотрощатых, вот, грыжах диска, организм, как бы, старается, этот сегмент, где у него проблемы, старается зафиксировать. А как он может это зафиксировать? Он создает напряжение мышц, да. Да, да. У нас напрягаются мышцы, и в затылочной области есть нервы, которые идут и нервируют затылочную область, кожу, болевые чувствительности. А когда мышцы напрягаются, они сдавливают эти нервы, возникает, называем так называемой, шейная головная боль. То есть, это боль, жгучая боль в затылке. Боль распространяться может даже на височную область. И очень часто, да, проблемы с шеей вызывают боль. А головокружение могут быть от этого? Головокружение редко. Головокружение это все-таки больше сосудистое. Какие причины в сосудах? В сосудах шеи. Или вестибулярный аппарат? Да. Или мозжечковые какие-то изменения, да. То есть, сам по себе проблема шейного отдела позвоночника, головокружение вызывать не будет, и мы туда не ищем. Только головная боль. Нет, не ищем. Именно головная боль в затылочной. Все это головокружение, это не характерный синдром для шейного устуха. О, отлично. Нас все-таки пошли вопросы. Я напоминаю, телефон плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Можно писать вопросы туда или на нашу прямую трансляцию на YouTube. И задавайте вопросы нашему гостю, нейрохирургу Алексею Невзорову из СМ-клиника. Мы говорим о проблемах со спиной. Хорошо. Ну вот, очень часто можно услышать. У меня грыжа... Нет, у меня нашли грыжу. И почему-то, когда люди нашли грыжу, они не уточняют. Как будто само собой понятно, что это как бы в спине. Хотя, может быть, там пупочная, там, не знаю, паховая, еще какая-нибудь. Все почему-то сразу со словом грыжа ассоцируют позвоночник. Так вот, грыжи межпозвоночных дисков. Что они из себя представляют? Всегда ли они дают какие-то проблемы? И надо это лечить или это вообще вариант нормы? Грыжи... Так, возникают они. Вообще, как бы, существует три стадии самого грыжи образования. Первое, это когда вот это фиброзное кольцо, о котором мы говорили, оно незначительно выпирает в сторону позвоночного канала. То есть, грубо говоря, у нас стоит позвоночник из дисков, они сдавливают, и вот этот хрящик начинает внутрь... Хрящик в сторону позвоночного канала, туда, где идут невральные структуры, то есть, где идет либо спинной мозг, либо спинномозговые корешки. Он начинает сдавливать, и появляется боль. Боль рефлекторно появляется. А бывает так, что есть грыжи дисков, но с ней делать ничего не надо, потому что одно время, я помню, был вал операции по грыжи дисков людям, которым не надо это было делать никогда, и, собственно, у них боли никуда не исчезли. Очень часто грыжи бывают находкой на МРТ. Случайной? Случайной находкой, да. То есть, человек практически ничего не беспокоит, у него находят грыжу. Конечно, такие грыжи оперировать не надо. Грыжи оперируют в тех, которые вызывают симптоматику. То есть, это либо боль в спине, либо боль в конечности хонемения. Это когда происходит сдавливание спинномозговых корешков, которые нервируют, соответственно, конечность либо руки, либо ноги. То есть, когда можно четко доказать, что боль и онемения связаны именно с... Именно с грыжей диска. Потому что диск повреждает нервы. Да. А не просто выпирает, и его видно на МРТ. Да. То есть, картинки МРТ мы не лечим. Картинки мы не лечим. Никогда. Хорошо. Нет, иногда бывают случаи, когда обнаруживают, допустим, на поясничном отделе гигантские грыжи, секвестрированные огромные, которые сдавливают, допустим, не только корешки спинного мозга, но еще и корешки конского хвоста, так называемого, которые нервируют тазовые органы. И есть угроза задержки, грубо говоря. Нарушение функций тазовых органов в виде задержки. Тогда такая грыжа, конечно, оперируется. А что делать, чтобы грыжи сбежать? Или надо что-то делать? Вот, как я говорил. Все то же самое? Да, потому что диск у нас начинает питаться нормально, снабжаться питанием, когда вы даете нагрузку осевую, дозированную. То есть, он питает за счет осмоса. У него каких-то сосудов, которые его кровоснабжают, нет. То есть, когда нормальная дозированная нагрузка идет, осевая, и, соответственно, диск тогда питается нормально. И в нем, соответственно, дегенеративных изменений, так называемых, не происходит. То есть, фантастики не случилось? Нет. То есть, коллаген пить и бульоны, и холодец, и хаш не поможет? Нет, конечно. То есть, это опять и нагрузка. Вы скучный доктор. Я скучный доктор. Волшебных таблеток даже не предлагаете. Хорошо. А можно ли заработать грыжи межпозвоночных дисков, если заниматься спортом и поднятием тяжестей? Да. Еще как можно. Это вот тоже речь идет о том, что мышцы не соответствуют тем нагрузкам, которые дают. То есть, человек пришел, допустим, в тот же зал. Да? Ну и сразу... Тренер видит... И сразу подвиги. Сразу подвиги. Тренер видит, что у него мышцы крепкие, да? Ну, бывают такие люди от природы, которые сильные, крепкие, и начинают давать нагрузки, к которым этот человек не привык. И с нарушением техники исполнения упражнений, осевые нагрузки. Это может выжать травматическую грыжу диска. То есть, если вы хотите поставить рекуэрспорт в зале, подходите к этому постепенно и медленно. Да. Во всем, во всем, при любых нагрузках, постепенность, регулярность. Это основное. Хорошо. Ну, вот есть такой провокационный вопрос. У нас очень любят в стране разнообразные физиопроцедуры, ЛФК, массажи или прочее. Как-то повлиять на вот эти грыжи с помощью парамедицины можно? С помощью физио, лечебной физкультуры или массажа? Можно. Так. Можно. Грыжи имеют такую способность у нас в организме, как рассасываться сами собой. То есть, диски рубля за счет того, что компрессия уменьшилась или корреснабжение улучшилось, они как бы... Они восстанавливаются. Они у нас могут восстанавливаться. Уходит даже секвестрированный грыж диск, секвестрированный, то есть кусок, когда выпал уже в позвоночный канал. Они даже бывают бессимптомные. Вот она может рассосаться, этот, грубо говоря, кусочек и все. Потому что он организму не нужен. А то, что не надо организму, организм его старается убрать. По сути. Конечно, ЛФК, массаж, это очень хорошая тема, особенно в начальных этапах. Когда есть только боль в спине. Сначала массаж, физиотерапия, иглорефлексотерапия. Боль уходит и начинаем заниматься уже лечебной физкультурой. Это будет самое оптимальное. И продолжаем ей заниматься всю жизнь. Опять, неинтересно. Таблетки у вас. Неинтересно. Нет, нет таблеток. То есть такие консервативные методики, они помогают как бы на начальном этапе... На начальных этапах, да. Это отлично. Спрофилактировать. Это отлично, да. Хорошо. Но скажите, пожалуйста, вы занимаетесь, собственно, болезнями, как нейрохирург, болезнями позвоночника. Какие наиболее частые операции вы выполняете у себя в СМ-клиниках? Самая частая операция – это удаление грыжи диска межпозвонкового. Самая частая. На поясничном отделе. На том отделе, где больше всего нагрузка. Где больше всего нагрузки. Соответственно, там чаще всего возникают грыжи диска. И, соответственно, мы их оперируем. Операции делаются под увеличением, под рентген-контролем интероперационным. Но это прям разрез или как сейчас проколы? Я делаю микрохирургический. Это разрез примерно 1,5-2 см. То есть не распахать со спином? Нет. Нет, иногда можно и распахать. Это тогда другая операция выполняется. При грыжах диска выполняется несколько операций возможных. То есть, возможно, микрохирургия. А если много дисков, то как бы... А можно и много дисков микрохирургически удалить. Просто точечно. Да. А как получается? Вот мне, я, кстати, только сейчас задумался. Вот есть грыжи диска. Диск полностью удаляется? Либо удаляется только грыжевое выпячивание? Я стараюсь всегда, когда это делаю, сделать обязательно ревизию диска. Зайти в диск и удалить все, что свободное, которые там фрагменты есть, чтобы не было рецидивов. Потому что рецидивов бывают. Очень редко, очень редко. Ну, просто диск-то он же должен амортизировать, а получается тогда позвонок, а позвонок будет тереться? Да. И есть два пути у диска. У всех наших людей. Это либо... Он регенерирует, то есть после удаления даже грыж диска, диск восстанавливается. Угу. И есть такой процесс, как деградация. То есть он дегенерирует. В результате позвонки банально срастаются постепенно. Это, кстати, не худший вариант. Угу. И все, они фиксируются. Ну, то есть, грубо говоря, когда это не болезнь Бехтерева и весь позвоночник как палка, а когда только пару дисков срослось, то это как бы не катастрофа. Это вообще не катастрофа. Ну, то есть как бы просто у вас один большой позвонок вместо двух. Да. И все. Угу. Что еще из операций такой в топе? Ну, помимо удалений грыж межпозвоночных дисков. Ну, это такая как-то достаточно операция на слуху. Наверняка что-то есть еще более редкое. Или, допустим, более уникальное, что вы делаете. Уникальное. Ну, есть еще операция так называемая. У пожилых людей очень часто бывает такая болезнь с устопороз. Угу. Она подкрадывается незаметно. Угу. То есть пациент жил, не тужил, не знал горя. Вдруг у него появляется резкая боль в спине. Резкая. Вот. В чем причина? Делают рентген или даже КТ, компьютерную томографию, обнаруживают там компрессионный перелом. А задавление? Да. То есть перелом. То есть возникает перелом позвонка, соответственно, нарушается его опорная функция. А компрессионный перелом, поясните нашему слушанию, что он себе представляет? Что это? Раздавление, размножение? Да, то есть уменьшается высота тела при этом. Угу. Вот. И возникает болевой синдром. Угу. Вот они бывают. Осложненные, неосложненные переломы. То есть в зависимости от того, сдавливается спинной мозг и корешки или нет. Вот. Зависит от этого разная операция. Но в основном у пожилых людей это вертворопластика операция, так называемая. Это что такое? Это когда мы вводим специальный костный цемент в тело позвонка через небольшой прокол. То есть, грубо говоря, вы компенсируете его? Да, то есть вот это вот, грубо говоря, то, что сломалось. Мы вводим туда цемент специально, он укрепляет это тело. И после этой операции пациент может буквально через три часа идти домой. Ну да, уникально, кстати, даже не думал, что такое делают. И ему не надо не носить ни корсет полгода, не ограничивать какие-то нагрузки свои, видишь. То есть он возвращается обратно в нормальную жизнь. Ну что ж, а мы вернемся в нормальную жизнь и говорить с нейрохирургом. Мы будем через некоторое время. Молодец! Молодец ведь, ну? Бессмертный доктор Программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу. Добрый вечер! В эфире по-прежнему шоу «Бессмертный доктор». Это передача о том, как медицина и наука шагают нога в ногу и как можно помочь людям с помощью современных достижений медицины. Сегодня в гостях у меня врач-нейрохирург из СМ-клиника Алексей Александрович Невзоров. Мы говорим о нашем опорно-двигательном аппарате, а точнее о позвоночнике и о болях в спине. У кого из нас хоть раз в жизни не болела спина, а у кого-то она еще и хронически болит. Поэтому, собственно, мы и на секундочку, на минуточку даже поговорим про хроническую боль в спине. У нас есть WhatsApp, у нас есть телефон 7903-797-6333. Можно писать туда свои вопросы как мне, так и врачу-нейрохирургу. Или также писать ваши вопросы под нашей прямой трансляцией на YouTube. Если же вы не успели нас послушать, то ловите нас в записи на Яндекс.Дзен. Итак, хроническая боль в спине. Как часто она бывает и бывает ли она без причины? Ну, не нашли причину. Ну, обычно это плохо искали. Плохо искали. Обычно плохо искали, да. То есть причина в спине всегда есть, боли в спине. Расскажите про то, что такое центр боли и вообще для чего они существуют. Центр боли лечит хронический болевой синдром. Вот когда как раз нейрохирурги в редкой, ну или неврологи не находят причину. Или, допустим, есть причина, но ее объективно хирургическим путем убрать нельзя. Или это связано с какими-то рисками. Или связано с рисками, да. С рисками оперативного лечения. Потому что, к сожалению, немногие пациенты могут вынести даже малоинвазивную операцию. Особенно возрастные есть противопоказания. И они занимаются, а как это хроническое боли лечит, что они? Антипрессанты, обезболивающие? Обезболивающие. Вот, допустим, у пожилых людей очень часто бывает постоянная боль в поясничном отделе позвоночника. Вот какой-то... Ну это у нас привычная картинка, бабушка обмотанная собачьим платком. Да. Теперь эта проблема решаема. Угу. Она решается... Так называемая есть процедура радиочастотная денервация фасеточных суставов. Угу. Так. Потому что у пожилых людей очень часто причиной боли являются именно вот эти суставы. Межпозвонковые, так называемые дугоотрощатые или фасеточные. Они с возрастом увеличиваются в объеме, разрушаются, и от них идет болевой синдром, выраженный в спине. Угу. Эта методика, в чем смысл заключается? Мы не трогаем эти суставы, но мы разрушаем нерв, от которого идет болевой именно импульс. Угу. С этого сустава. То есть эта методика через кожу осуществляется. То есть, грубо говоря, через несколько проколов ставятся электроды. И просто нервы убиваются. Термически, да. Температура 80 градусов на кончике иглы. Угу. Высокочастотным током. Нервы убиваются, и боль в спине проходит. Угу. То есть мы не убираем саму причину. Но как бы повышаем качество жизни. Намного повышаем качество жизни. Угу. Хорошо. Хорошо. Вот тут у меня был вопрос про что за новая технология операции, типа диск-фикс? Это то, что когда вводится цемент? Нет. Диск-фикс — это цемент вводится в тело позвонка у нас. А диск-фикс — это процедура, которая именно оказывается на межпозвонковый диск. Эта процедура следует через прокол. Угу. Банальный прокол. С помощью нее происходит удаление части диска. Часть пульпозного ядра измененного. Угу. Вот. Потом происходит, грубо говоря, высокочастотным током, опять же этим, происходит, грубо говоря, съеживание содержимого внутреннего. Угу. И плюс еще третьим этапом, когда мы уже выходим, мы разрушаем нервные рецепторы, которые идут в фиброзном кольце. Угу. Мы их разрушаем, то есть убираем причину боли. То есть это три в одном получается. Угу. А что за вот это, мне сказали, что у вас есть какие-то новые оборудования, типа С-дуги и видеомониторинга на операции? С-дуга — это необходимый предмет в любой нейрохирургической операционной. Это такой рентгенный аппарат? Это, грубо говоря, по сути, переносной рентген-аппарат. Угу. То есть благодаря ему как раз можно выполнить все эти малоинвазивные методики. То есть вот это вот нуклеоп... это вертобропластика. Угу. Вот. Диск-фикс. Они все осуществляются под рентгенологическим контролем. То есть это такая дуга, которая над человеком ставится? И на экранчике мы видим, что там происходит. Видим, что происходит. А вы видите, как вы там в нем ковыряетесь? В режиме реального времени. То есть я вот когда ввожу темент в тело позвонка, я вижу, как он заполняет это тело. Угу. А после операции требуется ли какая-то реабилитация после операции на позвоночнике? Все зависит от объема оперативного вмешательства. Угу. Если это малоинвазивные методы, типа диск-фикс, нуклеопластика, то, в принципе, пациент уже может быть выписан в этот же день. Угу. Через 3-4 часа домой. Угу. Вот. Ограничение физических нагрузок в течение двух недель. Ну, чтобы все восстановилось. Чтобы не вызвать воспаление в диске. Угу. Чтобы не было так называемого дисцита. Угу. То есть, грубо говоря, воспаление. И все, и дальше заниматься также лечебной физкультурой, и все. Ну, то есть тяжести через день-день уже можно поднимать. Ну, не запредельные, конечно. Но в магазин сходить с сумками почему нет? А с переломами позвоночника вообще часто попадают пациенты? Не с компрессионными, которые у возрастных пациентов, а просто, ну, сломал позвоночник. Да. Травмы, еще что-то. Часто это, ну, это они больше, эти пациенты попадают в экстренную вургентную хирургию. Угу. Да. Но очень часто им выполняются, к сожалению, стабилизирующие операции. То есть, это большое вмешательство с установкой металлоконструкции. Угу. Плюс эти переломы также иногда сдавливают невральную структуру, спинной мозг или корешки. Тогда надо, соответственно, это все удалять. Все, что сдавливает. Иногда удалять тело, замещать тело. Угу. То есть, такие достаточно травматичные операции, но без них, к сожалению, никак не обойтись. Ну, вот об этих операциях мы, собственно, поговорим через некоторое время после небольшой музыкальной рекламной паузы с нашим гостем, нейрохирургом Алексеем Невзоровым. Бессмертный доктор. Программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу. Добрый вечер. В эфире по-прежнему шоу «Бессмертный доктор». Я и его ведущий Алексей Бессмертный. Так вот скромно назвали программу моим именем, потому что у нас очень богатая фантазия. У нас в гостях врач-нейрохирург из СМ-клиника Алексей Невзоров. Наш WhatsApp – плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три три три. Можно писать туда свои вопросы. Или вопросы тоже, которые я смотрю, вы пишете, к счастью, что хорошо, их много, под нашей прямой трансляцией на YouTube. Мы говорим о болях в спине, вообще обо всем, что можно делать со спиной, как это оперировать. И мы говорили о переломах. Такая простая, ну, казалось бы, перелом – простая вещь, а позвоночник – вещь непростая. Часто приводит к инвалидизации, что люди там садятся, становятся людьми с ограниченными возможностями. Как можно помочь до того, чтобы его не довезти? Вот сломал человек позвоночник. Упал с горки, сейчас он сезон горных лыж. Я вот помню, был в Сочи два года назад. Там был один день, когда было аж рекорд пятьдесят шесть эвакуаций, сгорели за ночь. Ну, за день. И все в каталках, в колясках, в будущей спинальнике. Ну, в первую очередь, это надо максимально быстро обратиться в больницу. Это в первую очередь. Ну, желательно, конечно, именно. Но это уже дальше как вам повезет, куда вас привезут. К сожалению, это… Лучше в специализированную, да. Лучше в специализированную, да. Вообще, для травмы, если есть повреждения спинного мозга, допустим, на шейном, на грудном уровне, то есть так называемые правила где-то четырех-шести часов золотых. Да это как почти во всех болезнях. Что с инфарктом, что с инсультом. То есть надо экстренно выполнить, освободить спинной мозг, до компрессии его сделать. Это самое важное. То есть если мы это время пропустим, то есть там вероятность, что дефицит будет неврологический, необратимый. А если вовремя освободить спинный мозг от повреждения, то… Есть шанс, что восстановится. Но всё зависит от степени повреждения спинного мозга. То есть может быть и полный разрыв, и тогда как бы… В данном случае выполняется просто операция ортопедическая. То есть восстановление целостей, чтобы пациент, по крайней мере, мог, грубо говоря, на инвалидной коляске спокойно передвигаться. Какая печальная история. Бывает такое, к сожалению, да. Но в целом, если вовремя обратиться, то это можно вылечить и скомпенсировать? Если не… Очень часто можно, да. Иногда бывает даже происходит восстановление, даже при полном исчезновении функции, допустим, при травме шеи, травме спинного мозга. То есть отсутствие движения полное в ногах, в руках. У меня просто были такие пациенты, у которых через полгода начинали появляться движения в ногах. То есть даже доходило до того, что они даже могли встать самостоятельно. Прямо как в американских фильмах, когда 20 лет лежал в коме, потом встал и пошёл всех мочить. И такое бывает, наверное, в фильмах. Хорошо. Вот мы тут говорили про хроническую боль в спине. А кто чаще страдает хроническими болями в спине? Мужчина или женщина? Одинаково, я думаю. Просто мы тут хотели затронуть такую тему, про которую мы говорили до эфира, про сакроэлит у женщин. Что это такое? Чем это грозит вообще? С чем это едят? Сакроэлит. Это воспаление крестцово-подвздошного сочленения. Оно располагается у нас, где крестец соединяется с крылом подвздошной кости. В тазу? Да, в тазу. Это сустав. Это болезнь практически, ну в 100% случаев это женская болезнь, связана с анатомией таза. Потому что у женщин таз более подвижный, поэтому там очень часто возникает воспаление. Они проявляются, как пациенты приходят, они говорят, у меня болит спина. Говорят, я лечусь уже несколько лет, и мне ничего не помогает. Но это все выясняется на фоне банального осмотра. То есть, грубо говоря, пальпация. Пальпация. То есть, ты, грубо говоря, щупаешь пациента, и определяешь, что у него при пальпации боль в проекции крестцово-подвздошного сочленения выраженная. А его все время лечили от боли в спине. Потому что банально надо просто было пациента иногда пощупать, посмотреть. Ну, у нас очень любят лечить анализы и снимки. Да. Но мы забываем о том, что надо смотреть и работать. А это очень важно, очень важно. Раздеть пациента, посмотреть полностью его. То есть, все начинается с азов, с банальных. Вот то, что мы иногда с годами забываем. Ну, да, подменяем это исследование. Да, подменяем это исследование, а иногда это очень важно. Соответственно, выявляем причину. То есть, я вот определяю, что есть боль в проекции крестцово-подвздошного сочленения. Выполняем визуализацию. МРТ. МРТ, вот. И там уже будет видно. Это артроз или воспаление сакроэлит. И, соответственно, начинаем уже лечить. И лечение очень эффективное. И боль уходит у людей. Они становятся довольны. А обычно чем это лечит? Обычно это лечит нестероидными противовоспалительными препаратами. Вот. Или выполнением блокады. Лечебной блокады. Непосредственно в этот сустав. Хорошо. В сочленении. Ну вот, допустим, у человека болит спина. Или шея. И он подозревает, что у него проблемы с позвоночником. Кому ему сначала идти? К терапевту? К неврологу? Или сразу к нейрохирургу? Как маршрутизироваться? Маршрутизироваться. В начале, в принципе, должен смотреть, конечно, невролог. Начинать с этого. Но вообще, если есть проблема, то есть, если спина болит, грубо говоря, неделю, две болит. Вы там пьете обычное обезболивающее. Ну, как все пьют. Немесил, что пьют. Да, обычно. Китарол. Не помогает. То лучше, конечно, в этом случае сделать МРТ. Это золотой стандарт. Всегда визуализировать. Обязательно. То есть, лечить без визуализации, это в корне неправильно. Потому что сначала надо выяснить причину. Почему болит. А потом уже, соответственно, и лечить. А с этой МРТ-шкой куда идти? Вот с ней уже идти. К неврологу, либо к нейрохирургу. Я бы даже рекомендовал, наверное, даже сначала идти к нейрохирургу. Потому что есть такая специфика у нейрохирурга. Нейрохирург всегда сам смотрит снимки непосредственно диска. Потому что все-таки описание – это явление субъективное. Но вообще я знаю, что ортопеды, хирурги, неврологи любят смотреть снимки сами. Они не верят описанию. Описанию – да. Да. Описание – это субъективно, к сожалению. То есть если идти к вам, то с картинкой, с диском? Да. С диском, либо с фоточкой, со всеми делами? Нет. Лучше с диском. Или с флешкой сейчас. Очень часто. Или из облака можно. Или из облака можно, да. Но главное, чтобы был носитель, конечно. Как попасть к нейрохирургу Алексею Невзорову? Это очень просто. Записаться в СМ-клинике на прием. Позвонить в кул-центр, записаться. Практически в любой день вы можете попасть ко мне. Ну вот мы говорили до эфира, что вы начинали свою как бы практику в Первой Градской больнице. Да. В отделении неврологии. В нейрохирургии. В нейрохирургии. И как оказалось, что, собственно, мой однокурсник – ваш бывший заведующий. Да. Был мой боссом. А долго вообще вы работали в Первой Градской нейрохирургии? Три года. Достаточно. Да. А там чем занимались? Вот там я занимался ургентной нейрохирургией, так называемой. То есть травмой. Угу. Черепно-мозговой травмой в основном. Это было 90% моих выполненных операций. Ну, в принципе, то, с чего должен начинать любой нейрохирург – это с экстренности, с травмы. Угу. Именно с этого. Ну да, московский мир у врачей столь тесный, что я еще ни разу не нашел ни с одним из своих людей на интервью, общих знакомых, или начальников, или однокурсников, или еще кого-то. Хотя, казалось бы, врачей все-таки много. Маленькое такое отклонение. У меня был один раз пациент с такой нередкой болячкой, на которой редко почему-то многие знают. Называется туннельный синдром запястья. Что это такое? Это такая ситуация, когда у нас идет серединный нерв, так называемый синдром карпального канала. Это русскими словами для слушателей, они могут сейчас запутаться. Короче, в этом месте, в этом месте серединный нерв идет под ладонной связкой. И при большой нагрузке на кисть, на ладонь, ну, допустим, если ты механически, той же мышкой, та же швея, допустим, происходит загрубление и утолщение этой ладонной связки. И она начинает сдавливать серединный нерв. И это проявляется более-менее в первых трех пальцах. Нарушением движения, отведением, приведением пальцев. В кулак нельзя сжать? Нет, в кулак сжать можно. Но будет слабость. Слабость в отведении. Атрофируются мышцы на кисть. И это будет проявляться болевым синдромом в основном. От чего люди страдают? Это не менее выраженного болевого синдрома. Потому что у меня был пациент, который я принимал как аллерголог, иммунолог в Майкопе. Он пришел только потому, что врач из Москвы приехал. И рассказал мне про эту замечательную историю. Я говорю, купите вертикальную мышку. Он долго не мог поверить, что у него болит рука от того, что у него мышка обычная. Сказал, я так и знал, что вы все такие же, как и все. Два года хожу с больной рукой, никто ничего не знает. Пришел через три дня с корзиной вина сырая и приглашением поехать на рыбалку. Говорит, у меня впервые рука стала отпускать. Банально убрал нагрузку. Я, говорит, мышку поменял. Так, хорошо. У нас просто вопросов очень много. Поэтому мы чуть раньше перейдем к ответам на вопросы. Потому что, как оказалось, прям спина, видать, реально болит у многих. Тут как бы у нас немного тем, которые цепляют слушатели. Уронил букет. Низкий наклон на прямых ногах. Поднять. Прямо румынская тяга получилась. Неожиданно как удар ломом поясницы. После этого минимум 10 дней не ходить, ненормально спать невозможно. И плюс четыре дня боль в ягодице. Что это? Не роняйте букеты. Скорее всего, у пациента произошло образование, так называемое, травматическое грыжа диска. То есть там с большей вероятностью, особенно боль в ягодице. И, скорее всего, эта боль в итоге спустится дальше ниже в ногу. Скорее всего. То есть диск надорвался? Диск разорвался. И его содержимое уже давит на корешок. На спинномозговой корешок ему. Поэтому появилась боль в ягодице. Туда отдаёт и потом в ведро пойдёт. В заднюю поверхность. Больше с огромной вероятностью, что да. В заднюю поверхность, наверное, да? В заднюю поверхность и вниз. А уже зависит от уровня, где случилась эта грыжа. Наклоняйтесь за букетами, приседая. Да. Подготовлено. Подготовлено. Что врач думает о лечении болей спины упражнением по бубновскому или дикулу? Как я говорил, это лечебная физкультура. И она при начальных синдромах, при боли в спине банальной, да, при протрузии дисков, она отлично помогает. Я только за физические нагрузки дозированные. И тем более лечебные. Ну, просто такие упражнения, которые названы фамилиями известных специалистов, Бубновский или дикуль, по сути, они как бы не сильно отличаются от обычной ЛФК. Это и есть оно, да? Да. Конечно. Дикуль у нас ещё известен тем, что он всем показал, как он присел с весом 500 килограмм. Это видео до сих пор обсуждается со всеми тяжелоатлетами. И они скромно, из уважения к нему, говорят, что, конечно, возможно, такое было. Хотя я думаю, что у него просто колени вылетели куда-то. Но мы будем считать, что он действительно с этим весом присел, с уважением отнесёмся к цирковому атлету. Если доктор называет МММ, Медокалм, Мельгамма, Мовалис, бежать от этого доктора или это действительно действенные методы? Мовалис, да. Ну, это как бы три препарата. Медокалм, это как раз нестероидное противовоспалительное. Оно селективное, то есть оно оказывает именно свой противовоспалительный эффект. То есть стероидного эффекта у него небольшое количество. Это достаточно хороший препарат выбора. Вот Медокалм, это препарат, это миорелаксант, который снижает мышечный тонус. Нет, сказали Мовалис противовоспалительный. Мовалис, да. Медокалм, это миорелаксант. Меорелаксант, да, который снижает как раз вот это мышечное напряжение. На которое по-хорошему не надо сниматься, потому что это защитная, как я помню, это защитная реакция организма. То есть снимая мышечное напряжение, мы наоборот усиливаем нагрузку. усиливаем нагрузку на тот же наш диск поврежденный. Или какого-нибудь сердолу, который потом плохо. Это одно из этих, да. Либо медокалм, либо сердолу центрального действия, который препарат, миорелаксан, с него, да, у многих самочувствие ухудшается. Да, люди ходят, как... Амельгамы, это препараты группы Б, комплексные, которые просто позволяют восстановиться волокну поврежденному. То есть ничего плохого я в этих трех препаратах не вижу. Главное, не колоть их в ягодицу, а пить, поскольку эффективность у них одинаковая будет. И только по назначению врача. Абсолютно. Да. Добрый вечер. Почему появляется боль в пояснице во время сна под утро? Под утро. И утренняя скованность обычно у этих людей очень часто бывает. Это связано с воспалением суставов, вот как я говорил, дугоотрочных. Угу. Вот. То есть в данной ситуации что надо сделать? Снизить максимальную вертикальную нагрузку. Угу. То есть сидеть меньше, больше либо лежать, либо ходить. Вот. Принимать те же нестероидные противовоспалительные по назначению врача. Угу. Если это длительно уже болит, его беспокоит, допустим, недели, две, три, лучше, конечно, сходить к неврологу или к нейрохирургу и сделать МРТ. Ну, это Вадим из Кишинева. Я думаю, он там уже найдет, кому сходить. Здравствуйте. Мне недавно один товарищ промассировал паравертебральные мышцы вибромассажером US Medical. После этого у меня стало болеть в середине спины один из позвонков. Возможно, это проминание стало причиной. Что теперь делать? Смущаюсь, когда товарищ промассажировал паравертебральные мышцы. Это, видимо, после спортзала есть такие вибромассажеры, которые как отбойный молоток работают. Ну, либо банально вызвал этот массаж грубый. Вы вызвал воспаление в суставе. Или в мышце. В дугоотрощатом. Нет, это сустав. Да? Это сустав, да. Это сустав заболел. Всё то же самое. Снизит нагрузки. НПВС. Нестероидные противовоспалительные. И вполне. Вполне. Если это действительно один сустав, боль уйдёт у него. Буквально 2-3 дня попринимает НПВС, и болевой синдром уйдёт. В гостях у меня врач-нейрохирург из СМ-клиника Алексей Невзоров. Мы отвечаем на ваши вопросы, которые вы присылаете нам на WhatsApp. Плюс 7903-797-6333. Их как никогда много. Поэтому после небольшой паузы мы продолжим на них отвечать. И, кстати, у вас есть, что возможно прислать. И, возможно, и на ваши вопросы мы тоже успеем ответить. Кстати, то же самое вы можете написать под нашей прямой трансляцией на YouTube. А вам придают спасибо от Владимира про поводу проминания спины. Бессмертный доктор. Программа носит рекомендательный характер и не может заменить обращение к врачу. Добрый вечер. В эфире шоу «Бессмертный доктор». В гостях у меня Алексей Невзоров, врач-нейрохирург из СМ-клиника. И дальше мы блицем продолжаем отвечать на ваши вопросы, потому что их реально много. Водителям тренировки есть какие-нибудь? Отдельно водителям. Водителям? Да. Да. Пешков ходить. Да. Качать свой пресс. Закончили рабочий день? Сиденье свое закончили? Обязательно. Чуть-чуть поприседали и покачали пресс. Лучше будет разгрузка для спины. Отлично. Дальше. Компрессионный перелом позвоночника Т12 или 123 без осложнений. 30-50% каждый. В сентябре этого года. Когда можно заняться ЛФК? Какие упражнения можно делать сейчас дома? Я стал ниже ростом на 4 сантиметра. Не восстановится? Скорее всего, не восстановится. В сентябре уже лежа можно потихонечку начинать. Лежа все нагрузки сейчас. Только пресс укреплять можно. Но на этом пока достаточно. Пока при вертикализации надо носить корсет. И обязательно вам надо было делать каждый месяц КТ-контроль состояния позвонков. Так, хорошо. На МРТ позвоночник обнаружили жидкость спинного мозга. Так она там должна быть. Насколько это опасно? Что с этим делать? Непонятный вопрос. На каком уровне, да, непонятно. Ну ладно, это значит все-таки очная к нейрохирургу. Уважаемый доктор, подскажите, пожалуйста, если есть боли при смене положения тела и с позиции сидя, больно вставать, боль в пояснице. И очень больно по ночам сбоку на бок переворачиваться, таз и поясница. В бассейн хожу, гибкость хорошая, 44 года. Женщина? Да. Это либо, как мы говорили сегодня, сакроэлит, либо артроз суставов на поясничном отделе, дугоотрощных вот этих вот. Это два варианта этих. К нейрохирургу. Да, с вероятностью процентов 95 это оно. Часто ли встречается лишний позвонок? Мне в 2003 году удалили частично секвенированную грыжу. Часвенированную. Да, непрямой и прямоходячий. Нехромой и прямоходячий. Спасибо номер два Константину Куршинову. Ничего не понял. Может быть. То есть может быть, грубо говоря, так называемый, шестой поясничный позвонок. Это первый, первый, первый крестцовый. Есть такое, да. Его удаляют? Нет. Это просто особенность анатомического строения. И все, ни на что не влияет. Вопрос про боли в спине. Может быть наследственная проблема спиной? Бабушка, мама, сестра родная, я страдаю спинами. У нас сутулс долго стоять не можем. А родные братья не страдают. Да, конечно, может. Это, скорее всего, какая-то есть патология соединительной ткани. Ее либо гипермобильность, либо слабость. Вот это может быть этой причиной. То есть сама ткань очень рыхлая. Ну, особенность человека. Да, дисплазия так называемая. Дисплазия соединительной ткани, скорее всего. Добрый день. Как быть с септическим спондилитом после спортивной травмы? Спондилитом максимально снизить нагрузки на максимальное время. Даже возможно поносить корсет. Только снижение нагрузок. И ждать, пока восстановится это все. Скорее всего, там диск исчезнет и сформируется костный блок. То есть растутся позвонки. Как мы и говорили. РЧД что это такое? Радиочастотная денервация. Вот. Фасеточных суставов. Да, сделали РЧД фасеточных суставов. Боль переместилась в другие места. Надо повторять РЧД? Возможно, надо повторить выше уровня. Или другие суставы делаться. Как бы неизвестно, сколько суставов сделано. Рубец после операции на поясничном отделе. Грыжа была 13 мм. Может беспокоить рубец? Рубец может. Если он, допустим, там какой-то по типу килоидного рубца сформировался. Боль может быть локальная. Скажите, пожалуйста, можно ли помочь? Четвертый поясничный уехал назад почти что на один сантиметр. Восемь? Можно помочь. Удалить диск, сделать ортопедическую операцию, вернуть позвонок на место. Все. Ага. Дочери 14 лет, гимнастика, болей нет, есть кифоз, настояние на рентгене. Юношеский острых андроз. Спорт запретили, а физкультуру освободили. Как быть, чтобы поддерживать мышечный каркас? Плавать, танцевать на любительском уровне. А то психологически тяжело оставить совсем эстетику и уйти в плавание. Пусть делает все, что хочет. Или плавает, и плавает, и танцует. Начал заниматься на турниках. Спустя какое-то время стал болеть локоть левой руки, внутренняя сторона. Время сгибания и разгибания. Это не к нам. Это проблема с локтем. Да. Это не к нейрохирургу, ребят, это к ортопеду. Так. Это про массировал мы уже сказали. Дальше, что у нас еще? Добрый вечер, Крисе, две грыжи. Они имел мизинец и пятка правой ноги уже полгода. Говорят, делать операцию. Скорее всего, не Крисец, а Л-51 грыжа, если они имел пятку. Если она не имеет и болит нога, надо делать операцию. Добрый вечер. После операции замены двухшейных позвонков на импланты с какого периода можно начать физические упражнения и какие? Ранее получил травму в зале, занимался активно наравне с 30-летними. А мне 49 лет, Пятигорск. ЛФК через месяц. Ура. Уважаемые слушатели, мы заканчиваем ответы на вопросы. Несколько осталось неотвеченных. Простите, мы реально не успели. Вопросов было очень много. Хотя начали ответы на вопросы на целых 10 лет раньше, чем обычно. Настолько, как оказалось, популярна вещь спина. И, как сказал наш диджей сегодня, как оказалось, судя по вопросам людей со здоровой спиной, нет. На этой веселой ноте мы с вами прощаемся. У меня в гостях был нейрохирург Алексей Невзоров из СМ-клиника. Если есть проблемы с спиной, вы можете туда обращаться. А через неделю мы ждем вас в эфире. И в гостях у нас будет то ли ортопед, то ли психолог. Мы еще не решили, кто из них будет первый свободен. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok